мы были на разных кемпинг-плац на кемпингах в германии во франции ну вот такой кемпинг-плац как мы сегодня нашли это просто вау так как мы прямо на берегу озера называется озеро рядом с фрайбургом буквально пару километров от фрайбурга и смотрите что у нас здесь просто вот наш вон вагон и вот смотрите что у нас здесь а здесь у нас павлины попугай и разные птички ну у голуби они а какие красивые губы кемпинг-плац с павлином видели вы где-то такое мы видим первый раз красавица ну повернись ко мне повернись да великолепное место мы всего несколько часов здесь установили наш кемпинг наш домик на колесах как я его называю или еще отель на колесах искупались поплавали погрелили поужинали и сейчас будем смотреть что здесь еще есть вот потихонечку народ собирается сегодня пятница и завтра по сервису будет много народу на сегодня еще мало людей очень много уточек здесь водичка очень теплая 25 градусов вода нам сказал шефин этого кемпинг-плац ну и принципе да она таки было очень теплая но уже накупали несмотря на то что уже пол девятого вечера вот на той стороне ресторан там душ но в общем пойдем и туда попозже соседи у нас сегодня школьники с хайдельберг 20 человек но надеюсь спать не сможем так у учителей есть и надеюсь не будет очень шумно вечером о-о-о мой футболист потерял мяч ну ныряй ныряй за мячом будем доставать мяч я давно обещала снять наш рельеф вот снимаю вам его с улицы сейчас у нас такая терраса дополнительно к ней еще есть стеночки из пленочки это на случай ветреную погоду так как сегодня жарко и все эти выходные мы это не делали дополнительно вот купили вот такую сушилочку очень удобно она раскладывается но почти как зонтик скажем так и занимает очень мало места и довольно таки легкой концов очень удобно сушить купальники и полотенце тот кто часто ездит то я очень-то рекомендую купить ее есть еще такие раскладные квадратные они не устойчивы это более устойчивые вообще надо же закрепляется вот здесь вот крючочечки и она закрепляется железными или пластмассовыми штучками если ветер и чтобы она не улетела но так как это выходной этот выходной теплый безветренный мы это не стали делать немножко отсвечивать здесь у нас стоит гриль на котором мы грелим там можно также приготовить и супчик и спагетти но в домике у нас есть тоже кухня и комфорка марина лукстин как всегда конечно же вот такая у нас едальня где мы кушаем завтраком обедаем ужинаем мы если нам приезжают гости мы доставляем стульчики у нас их 6 штук но так как у нас семья из трех человек принципе нам достаточно третий стульчик стоит ну а четвертый я убрала уже водички поставила сейчас пойду пить кофе туда но вот так выглядит кемпинг-плац сельберзе который находится пару километров от города фрайбурга южная германия но для тех кто не знает туалеты на сей раз я не хочу снимать заходить с камеры они ребят абсолютно обычные это не 5 звезд кемпинг-плац кстати не знающие снизу если нет но нормально чисто вот там вот беленький домик видите сколько здесь 150 метров от нас там душ туалет все да вот с утра все чистенько да когда мы вечером идем в 10 часов в душ мой сын говорит меня здесь не чисто но конечно же нормальные люди то идут раньше в душ купаться потому что когда мы на кейпинге мы ложимся пост но вот еще раз так сделаю круг вот эти птички павлины и все прочее а около нас эти выходные провели время студенты школьники студенты не в общем молодежь 20 человек веселились не сильно нам мешали а вот эти места это не для кемпинга это для они сдаются на прокат и люди могут сюда приехать своими шезлонгами он не знаю можно с палатками или нет но в общем-то это другое это не кемпингу не сильно касается уже плавать народ 8 утра народ уже устраивает заплыл да мы берем с собой а практически всегда велики далеко мы едем или близко мы берем велики мы берем отрас надувной который надуваемся но вот лодка лодка этот раз мы не стали надавать потому что было ну принципе предостаточно всего на антенна который устанавливает все время муж телевизор у нас внутри в общем-то я его практически никогда не смотрю в случае если только дождь но что такое случается когда мы были во франции на кемпинге был очень сильный дождь несколько дней и поэтому нам пришлось с сыном находиться внутри читать книжки играть в игры и смотреть телевизор сейчас проснутся мои мальчики мы будем завтракать я уже съездила за свежими булочками на каждом кемпинге германии в другие страны франция италия где мы были каждое утро ты можешь купить свежую выпечку к завтраку так что сейчас будем завтракать он накрыт сейчас отварится яйца для фрюшток для завтрака мы будем завтракать вот свежая выпечка апельсиновый сок нарезку сыр и колбаски и где наши яйца они варятся ни в одном отеле не может быть такой вкусный завтрак как вот тут на берегу озера на свежем воздухе нам приплыли гости какие красивые уточки не знаю их называю уточками может это не уточки вообще но они не испугались с двумя малышами папа-мам вот они все время плавают парами и детишки на том берегу я вчера увидела маленьких 4 цыпленочка у них а эти уже повызрослее и побольше красавицы все кто-то знает как они называются скажите они черненькие полностью не только клювик и такой не знаю мордочка посередине черненькая да еще на этом кемпинге вон там в конце озера не знаю озеро смотрится небольшое принципе хамой и небольшое получается что это для жителей кемпинга на той стороне тоже могут люди приехать соседних городов деревень платится заход пару евро и я не уверена сколько точно надо смотреть а вот там самом конце но моей камеры конечно не хватит но я и не очень хочу вам показывать это нудистский пляж он отгорожен от общего пляжа заборчиком и там много деревьев принципе не видно с той стороны я не смотрела конечно но судя по забору и зелени то не видно и вот он полный потому что по моему в округе фрайбурга я не знаю кажется только вот один такой нудистский пляж раннее утро после завтрака мой ребенок оставил отправился на плавание я вам его покажу я вот допиваю свой кофе и ныряю к нему да это он делает первый раз довольно таки получается у него не знаю получится ли у меня волн больших нет народа еще мало на озере на этом кемпинге есть ну как принципе везде свои плюсы и минусы плюс то что если вы едете издалека это рядом с автобаном очень удобно добраться ну и минус как вы уже слышите раз рядом штрафа ну конечно же мы ее и слышим оля уху и хапа гиша и хапсювали получилось получилось рыбаки поймали рыбку смотрите какая она красивая она почти золотая может исполнить наши три желания ну что рыбаки отпускаем рыбку на каком из кемпинг плата на каком из кемпинга вы увидите жар птицу а мы нашли такую кемпинг да красавица ну просто через дорогу от нас это красивые просто сказочные красивые вот озеро и вот наш домик на этом кемпинге много необычных вещей ну например таких как нудийский пляж ну и вон там конечно за заборчиком ну даже отсюда мне видно не было на другом конце озера то есть принципе я не сильно так хотела смотреть что еще здесь не особенного здесь есть озеро здесь есть это особенно это нормально и здесь есть еще и сейчас вот прям вот за этой скажем так клеточками там через дорожку там еще одно озеро маленькой но но только для рыбалки на территории этого кемпинга находится два ресторана и одно кафе которое каждый вечер полным-полно народу музыка приятно играет люди сидят на улице и пьют пиво ну в общем развлекаются раннее утро поэтому все пусто и тихо те кто гуляли вчера вы наши соседи до 12 часов еще отсыпаются но мне не спится как всегда я ранняя птичка ай и за это красавец павлин сейчас распустит для меня хвост ну красавицы ну покажи нам все свои красоты вау давай 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 ау, это так красиво так красиво немножко про немножко про цену этого кемпинга думаю многих это интересует мы приехали пятницу в обед и сегодня мы будем сегодня воскресенье в общем две ночевки вышло два взрослых один ребенок можно с подключением к электричеству можно без с подключением электричества вышло 52 евро электричество стоит 250 в день а вот друзья вышли уже ко мне приближаются не боятся абсолютно не боятся мой маленький рыбак поймал рака играть пусть его ну речной озер на небольшой он один что ты с ним будешь делать мама папа так любит раков я ему сварю больше шума я грудно вот давай отпустим ну я хотя бы можно его папе покажу я отпущу его конечно сказал мне сын вот мы ждем пока папа приедет что полуом похвастаться